Ребята, ну что, лето у нас завершилось, но дни очень жаркие стоят. Сейчас у нас конец сентября месяца, 24-й год. Работаем на территории города Дзержинска, ну, так скажем, городского округа. Сады, у нас сады-питомник, здесь водичка техническая в этих садах. 99%! Вот именно здесь вода техническая. Хорошей воды, можно сказать, нет. Вода здесь есть на полив круглогодичный, ну, не круглогодичный, а летний вариант, за который люди тоже платят деньги. Здесь нужна вода для каких целей? Вот у нас стоит каркасник. Строится каркас, каркасный дом для огромной семьи, так скажем, знакомые наши люди. Смотрите, здесь у нас такая ситуация. Каркасник 6х6. Делаем в углу вода просто для технической цели. Руки помыть, в баню сходить помыться, да, огород полить. В помещении будет летний вариант установлен. Захотят, утеплят потом, может быть, горячий кабель и так далее, если зимой приехать, допустим, что-то сделать как-то. Но это, я думаю, что для дачи это не нужно. Делаем, вот сейчас покажу, пойдем покажу, где. Без установки насосного оборудования просто сделаем, поднимем воду нашим насосом, раскачаем до визуально чистой воды. Вот здесь вот это будет у нас гидробурение, потому что здесь глина очень плотная идет изначально. Вот в этом месте будем забуриваться, вот здесь вот где-то в этом месте, да. Здесь сейчас луночкой выкопаем. Водичка у нас сегодня будет центральная. Она 30-го числа, сегодня у нас 20, по-моему, что я. 26 сентября. Ее отключат прямо на днях. То есть вода для бурения есть. Начинаем работать, смотрим. Ну, здесь, в принципе, сложного ничего нет. Здесь, тем более, установки нет. Кусок трубы оставим. Все, дальше ребят своими силами уже установят насосную оборудование. Погнали. Так, все подготовили для начала работ. Вот таким вот образом у нас небольшие обновления. Чуть-чуть небольшие такие. На скорую руку собрали. Вот такое вот дело. Пультик раз, два, три. Вот так вот выглядит он на две розетки. Больше нам не надо. Удобно, кстати, удобно работать для гидробурения. Сейчас покажу, как это у нас выглядит в общем, да. То есть здесь у нас автомат. Автомат. Здесь у нас вольтметр показывает. 230 вольт в данный момент. И это у нас, что у нас это, дренажник. Это у нас дренажник, дренажный насос. Вторая, здесь как запасная. Все, больше нам ничего не надо здесь. Здесь вот не видно. Не очень удобно. Здесь релюшки стоят. Пульты, два пульта. Две релюшки, два пульта. Сейчас скажешь, я включу, поехали. Так, как бы здесь не упасть и не провалиться вот в это дело. Начинаем? Давай. Игорь Аныч, так вот, хоп. Сейчас, секундочку, воздух выйдет. Ай, блин, пульт упал, пульт упал. Так, поехали. Вот она, водичка. Удобно, постоянно что-то улучшать нужно. Не стоит сидеть на месте, здесь есть такая возможность. Здесь глина у нас в районе двух с половиной метров должно быть, да? Тебя подержать может или ты так нормально? Хорошо. Вот сейчас буквально делаю скважму. Видео для ролика не было. От себя возьми штангу. От себя. Видео не снимали. Водичка техническая, 13,5 метров. Дошли до крупного песка, обсадились, воду дали, станцию установили, все, что-то. Погода вообще, конечно, для сентября, я не помню, что это такой сентябрь классный был. Даже и нет, солнечно, не жарко. На улице сколько, градусов 20, наверное, да? Ну да, около 20. Солнышко нам 25. Солнышко, да. Утром, конечно, да. Утром, я думаю, что 2 градуса, 5 градусов. По области, в деревнях, там, в каких-то, на север области, там, может быть, будет минус. Вот здесь, да, центральный есть. Кто-то только центральный пользуется. Есть возможность подскважину делать. Это нормально. Первая штанга, такая самая плотная, глина. Включимся, когда дойдем до песочка. Здесь будет, опять же, короткий ролик. Все примерно одинаково. Просто разные локации. Вот прошли вторую штангу. Вот здесь 3 метра будет, да? Вымывает, глина очень плотная. Здесь желонкой вообще не вариант. Вот такая вот. Вот такой вот идет пластилин. Очень плотный. Даже вот сырая она идет сейчас, да? А все равно бурится очень тяжело. Поэтому шнековое бурение ручное. Здесь не прокатит. Сделать можно, просто это будет возня. По времени трудозатратный, так скажем. Вот поэтому есть места, где мы работаем вручную, делаем. Шнекам. Есть, где мы делаем вручную так же, но где с помощью воды. Витр бурения. Полный отстойник вот такого глина мяса. Оп! Вот где-то 3 метра вот такого чуда, и дальше должен быть песок. Так, вот с 8 метров поглощения начались. Так скажем, добрались мы до первой, до начала водички. Вот сейчас песочек идет крупный. Такой вот он. Ну, начало хорошего песка. Железо, естественно, здесь по-другому никак. Вот такого плана. Ну, ориентировочно здесь будет так же, в районе 10-13 метров, плюс-минус, все по месту. Сейчас, если песок не будет мельчать, может быть, сделаем в районе 10-12 метров, посмотрим. Вода потихонечку уходит. Здесь у нас подготовлена водичка центральная. Вот такого плана центральная водичка, тоже она не особо хорошая, это ванна. Ей будем промываться. А вот у нас центральная вода. Ей будем промывать после обсадки скважины. Назвать ее можно как угодно. Дырочка там, дырка как угодно, это не скважина, без разницы. Самый главный результат – вода. Что погружной насос дает воду, допустим, вот если здесь его сделать так же, там на 12-15 метров, вода будет такая же. Даже на 30 метров здесь бурить, здесь будет железо. В этом направлении везде так. Чем глубже, ну не то, что тем хуже вода, она просто такая же будет. Поэтому смысла глубже буриться нет. Астоник почистили, заливаем луночки. Небо отличное. Ветра нет. Завершают все дачный сезон. Сегодня у нас будни, по-моему, что у нас, какой день день сегодня? Четверг. Четверг, да. Четверг. Мы не следим, у нас нет выходных. Не воскресенье, нам без разницы. Пятница, вот воскресенье. Есть просто дата, на которой мы договорились, приехали и сделали воду. Так, ну что, почти завершаем мы сегодняшний выезд второй. На замывке стоит у нас 12 метров. 12 метров, колонна 14 спаяна. Запас оставим здесь сверху. Вот такой вот песочек серого цвета. Водичка будет железом. Это нормально для этого района. Все по-быстрому, почти. Я не знаю, сколько мы сейчас. Час, наверное, у нас прошел, может быть, полтора. Замываем, достаем колонну, обсадка, колонна-фильтр. И нашим рассосом раскачка до чистой воды. Замеряем дебет, вода с железом. И на этом все. Скважина готова. Это у нас был второй выезд сегодня. Глубина скважины 12 метров. Вода техническая. Все, что есть, так скажем, от нас все, что зависит. Есть пласт хороший, даем хорошую воду. Нет пласта, даем техническую воду. Вода в любом случае нужна на огороде. Сейчас 30-го числа отключить воду через 4 дня. И воды вообще не будет в саду. Если есть своя скважина, то есть жизнь налажена, так скажем. Можно будет потом это все дело утеплить. Зимой приехал, там, я не знаю, в баню помылся, налил куда-то что-то воду. Руки помыл, в туалет смыл. Если там в ближайшем будущем будет здесь туалет в доме и кессон на улице. Септик, кессон, септик. Все по-быстрому. Две штуки сегодня сделали в этом районе. Водичка, да. Но это мутная из-за того, что бочка, во-первых, грязная. Она на вид прозрачная, но железа прям много. Качает в данный момент 1600. Около полутора кубов. Прозрачная, но с запахом. Запах, да. Сероводород железа. Сероводород не сильно, но есть. Телефончики в описании. Ребята, еще раз повторяю, как и говорил недавно. YouTube непонятно, будет работать, не будет работать. Кому интересен наш канал, все ссылки в описании. Рутуб, Яндекс.Дзен, Телеграм, ВКонтакте. Телефончики внизу. Только по Нижегородской области работаем. Всем пока. Мы погнали дальше давать воду. Субтитры сделал DimaTorzok